Лео рисует? И небо, и горы, и цветы. Конечно же, ребят, рисуйте с нами. Сегодня мы как раз это и нарисуем. А рисовать мы будем акварелью Лео. Сочные яркие цвета в удобном пенале с палитрой 6х2. Того 12 цветов достаточно для того, чтобы сделать классные рисунки. Начинаем, начинаем, начинаем. Хватит болтать. Действительно, мы много болтаем, но в то же самое время рисуем. У нас есть белая, есть бумаги. У нас есть кисточка. Лучше взять широкую плоскую кисточку. Вот такая у нас есть. Она зеленая, подходит к шортикам Лео. Ага, красивая. Давайте скорее рисовать. Мочим кисточку и мочим каждую красочку. На каждую красочку сделаем капельку, чтобы краска была готова. Мазнем и сразу можем рисовать. Начнем с чего? Давай начнем с цветов. Или, или, да, или я не знаю с чего. Давайте начнем, ребят, с горизонта. Возьмем фиолетовый цвет. Он у нас есть, конечно же. И мы нарисуем фиолетовый горизонт. То же, это такая линия, куда человек смотрит. Снизу земля и, может быть, горы немножко. А сверху только небо. Отлично. Это мы поняли горизонт. Да. Теперь раскрасим то, что мы хотим раскрашивать. Снизу зеленым цветом. Это будет поле. Это будет лужок, может быть. И здесь будет частично желтая трава. И мы просто желтой краской покрасим в желтую такую вот плоскость. Смоем кисточку. Очень тщательно возьмем вторую краску. Голубую. А, нет, нет, нет. Давайте возьмем зеленую. Конечно же, здесь мы закрасим зеленым. И у нас лужайка будет зеленая. Прям лужайку зеленую. Ага, это ты красишь тогда. И для этого лучше, ребята, использовать широкую кисточку. Широкой кисточкой простые, большие, большие плоскости очень легко рисовать. А теперь возьмем второй зеленый, который есть у нас в наборе. Он холоднее немножко и будет вдалеке. И он такой холодненький, прохладненький. И идет туда. Сначала тепло-зеленый, потом желтенький, а потом холодно-зеленый. А после этого мы нарисуем много-много цветов. Скорее бы цветы рисовать. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Подожди, Лео. Мы настоящие художники, мы учимся рисовать. Теперь мы рисуем небо. Небо мы рисуем так. Берем кисточку, она чистая, но мокрая. И вот так вот делаем много-много воды. Раз и два. Двого воды мы сделали. А теперь добавим голубого цвета. Очень немножко сверху голубой цвет. И смотри, что получилось. Оно все размазалось. Так это же красиво. Все небо у нас будет размазанное. Оно будет с облаками, голубое. И вот такое, как мне, очень сильно нравится. Можно добавить немножко синего в самый верх неба. Небо вверху всегда темнее, чем внизу, чем около горизонта. И вверху оно темненькое, красивое. А внизу оно голубое, голубое, голубое. И может быть даже немножко малиновое. Чуть-чуть малинового. Чуть-чуть добавим, тоже размоем. А теперь самое время рисовать горы. Горы будут синие или фиолетовые? Я думаю, синие и может быть фиолетовые. Давай сначала возьмем синий. Нарисуем одну гору. Вот тут посередине. Раз. Пусть она даже размоется. Нас это не пугает. Мы с тобой профессиональные художники. И знаем, что горы могут быть растекаться. Потому что вдалеке плохо видно. Здесь еще одну гору. И того получилось сколько гор? Одна. Одна. Вторая. Вторая. Третья. Третья. Три горы. И добавим в них фиолетовый цвет. Они станут темными, насыщенными и яркими. Три горы. Чудесно смотрится. У нас настоящий пейзаж с тобой. Даже можно рисовать такие вот зимние пейзажи немножко. Там белые верхушки. И это значит, там еще снег лежит. О, бывает и такое, что летом лежит снег. Бывает, ребята, и такое. Смываем кисточку и рисуем оставшиеся, что у нас запланировано. Это, конечно же, цветы. Да, да, да. Много цветов. И используем для этого яркие цвета, которые у нас есть в палитре. Мы смываем кисточку, чтобы она была чистая. Берем, например, красный цвет. Яркий красный цвет. И рисуем несколько точек. Вот так мы рисуем точки. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. А это как называется? Столько точек? Это называется, мы рисуем ляпы или мазочки. Цветочки не очень большие, не очень маленькие. И вот так мы ставим их побольше в разные стороны. Смываем кисточку. После этого очень тщательно. Ага. А какой цвет следующий будем брать? Да. Следующий, ребят. Давайте возьмем оранжевый. Очень красивый цвет. И на желтом он будет смотреться очень здорово. Оранжевые, оранжевые полосочки. Оранжевые точечки на желтой толстой полосочке. Вот такие у нас цветочки. Следующий цвет какой? Давайте фиолетовый. Фиолетовый цвет красивый. Давайте попробуем. Мы экспериментируем, ребят. Всегда что-то новое. Вот такой фиолетовый цвет нам кажется. Темноватый? Действительно. Очень-очень темный. И мне очень, не очень понравилось. Смываем кисточку, ребят. И попробуем исправить. Фиолетовый цвет оказался довольно темный. Мы с вами как художники думаем, как же это исправить? Давайте в него добавим немножко белого. И в каждую фиолетовую точечку поставим белую точечку. И какой у нас цвет получился? У нас получился некрасивый цвет. Это называется уже сиреневый. Да, ребят. Мы можем исправить прямо цвет. Прямо на бумаге. Вот так вот намазать немножко белого на наш фиолетовый. И у нас получится. У нас получится красивые цвета. Да. У нас вот такой пейзаж получился. Я думаю, мы сегодня закончили. И здорово у нас получилось. Смываем кисточки. И показываем работу маме. И получаем от нее супер большой лайк. Ребят, приходите к нам. На Лео рисует в ТикТоке. Можно нас найти в Инстаграме. И на Ютубе, конечно, ставить лайки. Это нам всегда помежет. Ребят, приходите, правда. Помогите нам. Поставьте лайк. Порисуйте с нами. Поделитесь работами в Инстаграм. Сделайте сторис. Напишите собачка. Лео.рисует. Этого достаточно, чтобы попасть к нам на страничку. А мы нарисуем рисунок для вас. Хе-хе. Это точно. Отмечайте нас в комментариях. Это точно. Мы читаем ваши комментарии. Стараемся нарисовать то, что вы хотите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok